Фармакологическое действие. Препарат обладает обезболивающими и жаропонижающими свойствами. Блокирует циклооксигеназу в центральной нервной системе, воздействуя на центры боли и терморегуляции. Противоспалительный эффект практически отсутствует. Не оказывает влияния на состояние слизистой желудочно-кишечного тракта и водно-солевой обмен, поскольку не воздействует на синтез простагландинов в периферических тканях. Показания. Применяют у детей от 3 месяцев до 12 лет в качестве жаропонижающего средства для снижения повышенной температуры тела на фоне простудных заболеваний, гриппа и детских инфекционных заболеваний, ветряная оспа, свинка, корь, краснуха, скрелатина и другие, обезболивающего средства при зубной боли, в том числе при прорезывании зубов, головной боли, ушной боли при отите и при боли в горле. Для детей 2-3 месяца жизни возможен однократный прием для снижения температуры после вакцинации. Если температура не снижается, необходима консультация врача. Способ применения и дозы. Для приема внутрь. Перед применением содержимое флакона необходимо хорошо сболтать в течение не менее 10 секунд. Межный шприц, уложенный внутрь упаковки, позволяет правильно и рационально дозировать препарат. Доза препарата зависит от возраста и массы тела ребенка. Дети от 3 месяцев до 12 лет. Максимальная разовая доза 15 мг на килограмм массы тела. Максимальная суточная доза 60 мг на килограмм массы тела. Частота приема не более 3-4 раз в сутки. При необходимости можно давать ребенку рекомендованную дозу каждые 4-6 часов, но не более 4 доз в течение 24 часов. Во всех других случаях перед приемом препарата необходима консультация врача. Длительность применения без консультации врача 3 дня. Противопоказания. Повышенная чувствительность к процетамолу или любому другому ингредиенту препарата. Выраженные нарушения функций печени или почек. Применять с осторожностью при нарушении функций почек, тяжелых формах заболевания крови, тяжелая форма анемии, ликопении, тромбоцитопении. При наличии какого-либо из перечисленных заболеваний перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом. Особые указания. Детям младше 3 месяцев и детям, родившимся недоношенными, можно давать только по предписанию врача. При проведении анализов на определение мочевой кислоты и уровня сахара в крови сообщите врачу о применении препарата детский панадол. При приеме препарата более 7 дней рекомендуется контроль периферической крови и функционального состояния печени. Дефицит глутатиона вследствие расстройства пищевого поведения, цистического фиброза, ВИЧ-инфекции, голодание, истощение обуславливает возможность развития тяжелого поражения печени при небольших передозировках парацетамола 5 грамм и более. Побочные действия. В рекомендованных дозах препарат обычно хорошо переносится. Ниже перечисленные побочные эффекты выявлены спонтанно в ходе пострегистрационного применения препарата. Аллергические реакции. Очень редко. В виде высыпаний на кожу, зуда, крапивницы, ангионевротического отека, синдрома Стивенса-Джонсона, анафилоксии. Со стороны системы кроветворения. Очень редко. Тромбоцитопения. Анемия. Ликопения. Со стороны дыхательной системы. Очень редко. Бронхоспазм. У пациентов с гиперчувствительностью к ацетилсалициловой кислоте и другим нестероидным противовоспалительным препаратам. Со стороны гипотабилиарной системы. Очень редко. Нарушение функции печени. Иногда возможны тошнота, рвота, боли в области желудка. При возникновении любого из перечисленных побочных эффектов прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре не выше 30 градусов. Защищать от света. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности 3 года.